пишем всем привет дорогие друзья добро пожаловать на мой канал и сегодня у меня в гостях спустя два года вновь сртим каково это спустя два года уже на этот раз сидеть с вебочкой но как тебе сказать с одной стороны непривычно когда мы с тобой последний раз записывали это было но было за кадром то есть мы тогда еще по записывали с тобой не в дискорде это было по моему в редкале если не ошибаюсь или в скайпе или скайпе да поможет такое а сейчас но у тебя видишь у тебя студия вот видишь тебя но ты конечно фон бы взадил от еще она но я думаю ты когда сделаешь нормальную студию а так ну да да вот неплохо кресло мягкое хоть за это спасибо да ну слушай это очень интересно потому что с момента того прошлого интервью прошло целых два года и самый первый вопрос это вот спустя то время ты уже достиг на канале 100 тысяч подписчиков и каково это вообще вот иметь на канале 100 тысяч подписчиков и может что-то изменилось в твоей жизни появились какие-нибудь новые возможности или еще что нибудь но если честно при 100 тысяч подписчиков я тебе скажу очень много чего поменялось во первых аудитория растет каждый день это первое второе я начал больше быть открытым к разработчикам то есть каждый раз можно на канале видеть у меня разные игры вообще мало известно это инди игры и с разработчики мы поддерживаем очень большие контакты и у нас тут конкурсы ну вот разработчики присылают ключики да то есть на розыгрыш и мы я их разыгрываю для ребят то есть и для подписчиков то есть у нас как бы такой знаешь круговорот то есть подписчики тимка разработчики разработчики подписчики тимка типа то вот такой круговорот получается поэтому более открытость более общение очень много происходит то есть сейчас в данный момент вот я сижу да вот и мне участвует пишут вот это я вот понимаю что мне надо ответить будет скором времени но я сегодня твой весь поэтому спасибо а вообще рад что начал вот делать видосы с вебкой если честно для меня это непривычно вот честно слово то есть если раньше я делал без вебки это как-то было как тебе сказать но как-то привычно да ты то есть там мог там почесаться то за штаб типа в носу поковыряться типа то вот то сейчас данный момент это понимаешь что вебкой ты такой а этого делать нельзя все прекрати на самом деле я шучу конечно но если честно правда это непривычно все мои эмоции если теперь ребята видят они действительно натурально никакие не наиграны да то есть и это блин это писец и каждый раз там ловишь какой-то тайм код там готова смотрите тимка здесь вот это сделать такой болель как так то как так то вот ну а так если честно это прикольно для меня это что-то новое поэтому а вот она у тебя же получается full hd да она full hd да на full hd 1080 до только 30 fps не 60 потому что я не стал брать но логи тэйдж это логи тэйдж она гарант качества вот непроплаченная реклама логи тэйдж вот все у меня вот вебка она 720 по моему я хотел 1080 но я взял 720 и так и пока я не пользуюсь а зря ты не пользуешься кстати говоря людям было бы даже интересно посмотреть но твои эмоции когда ты там игры записываешь на тот же самый кавер например почему бы нет там я думаю над этим думаю можно было я тебе дам просто идея вставочки как ты записываешь кавер вот эти вот были бы ну да я вот думаю но пока тут у меня обстановка такая что тут блин не знаю но я вижу у тебя студия сзади но шкаф бабушкин там я жду я жду естественно что обязательно чтобы ладно следующий вопрос тоже многие спрашивали чем ты занимаешься еще в свободное время после того как отмарафонил кучу роликов если если честно я хожу в магазин за продуктами это ну так прогуляться и потом я могу посидеть просто так же может быть с кем-то поиграть с ребятами из подписчиков уж не всегда получается дополнительно плюс могу посидеть на себя время потратить там почитать на планшете что-то какую-то книжку да то есть да я читаю книги не переживайте вот и также дополнительно я могу посмотреть фильмы сейчас вот например хочу много времени чтобы посмотреть некоторые фильмы и все а так свободное время гуляю общаюсь я свободный человек открытый скажем так поэтому все как обычно смертного скажем а вот слушай насчет фильмов не думал ли проводить трансляции на твиче как ты смотришь фильм это уже есть такое в планах это уже мы с ребятами пообщались но с чатиками естественно своему чате я тоже перед передам вот и скажу что да это планируется на твиче такого делать формата что было бы интересно так сидишь кушаешь попкорн смотришь фильм обсуждаешь прям вместе я я нет я не ем попкорн я никогда не люблю хрумкать и так далее потому что это ну там знаешь если надо будет как вы сказали с чатиком договорились и горит серёж вот мне говорят от мол ну ты хоть поешь это ты бываешь там стримишь по пять по шесть часов сидишь голодный за что люди понимают вот максимум то что если они видели то там шоколадку вот так вот я вот сижу я вам так чтобы меня не видно было типа то они говорят ну нам тоже кушать хочется поэтому я грубо это там понятно вы так кушаете а я-то нет поэтому ну и с одной стороны это неприятно когда как бы стример или человек который на вебке да то есть и ты ест там прям там ну естественно там обжирается прям обжирается да то есть я может и дошек ям или например королевских крабов а они вот так вот да вот будут завидовать мне поэтому а что вообще любишь покушать так ну что я люблю покушать если честно самое любимое блюдо это макароны с грибами но это непростые макароны с грибами чтобы вы понимали макароны это берутся большие макароны в них засовываются грибы потом все это ставится в духовку и сверху все это делается сливками заливается это вообще делись ему просто вот ну а так я люблю много чего поесть кроме сало вареная не люблю сало вареное сейчас меня от него там а вот ходишь в эти в бургер кинге макдоналдсы нет вот честно слово я могу сходить с кем-то но сам один там прям вот чтобы конкретно собраться пойти поесть нет и максимум такую пищу я ем вот давай не буду врать за год я может быть посещаю вону 20 раз всего лишь то есть я каждый день хожу прям там не каждую неделю не каждый месяц вот это месяц я не ходил в прошлом месяце я тоже не ходил хотя было желание купить мне в киеве все крылышки но я не стал ну я на самом деле тоже также вообще очень редко хожу единственно когда я прям ходил три дня подряд это когда я в питер ездил мы там встретились с моим подписчиком замечательным решили погулять по питеру мы просто заходили в эти бургер кинги и просто сидели обжирались так сказать отмечали встречу это было весело но это да это было весело я не спорю конечно но у меня тоже есть кем как говорится походить здесь и так далее но я не хочу я просто потом неправильно пойму тут такой будет сидеть тимка полный такой скажут все этот во всем твой киевси виноват скажут зажрался ух да разжирел разжирел да вот я я я скромненький мальчик а вот насчет сходок подписчиков не планировал если честно у меня в город темлянде это мало кто здесь есть это значит чтобы сделать какую-то сходку то надо ехать в большой город в москву в питер что-то ну вроде такого не знаю можно попробовать у нас в городе темлянде сделать это но я думаю вряд ли кто-то потому что всех кого я спрашиваю с кем я вообще общаюсь даже с подписчиков которые уже знакомы со мной почти самого начала там и кто только приходит там два-три года мы знакомы кто-то живет нижневартовский кто-то живет в омске да то есть они разбросаны по разным городам поэтому они же не поедут правильно в один город чтобы просто взять исходку а если сделать сходку именно у нас городе я думаю вряд ли кто-нибудь вообще придет потому что может кто-то придет там но я не знаю но это будет не сходка это так просто друзья встретились и решили заснять какой-то видеоблог я бы так это ладно следующий вопрос тоже очень часто я видел он у тебя даже в комментариях мелькал кто-то считает что это какой-то бред кто-то начинает с этим спорить но все же почему ты до сих пор снимаешь танки онлайн не надоело еще я я выражусь данный момент сейчас у нас с танками онлайн не теплые отношения они никогда не были да я записал пару роликов и до сих пор мне не ответили кстати говоря насчет краски ютубер твой ютубер това партнерка это извините за слово полный бред вот жду до сих пор когда максим хусынов мне ответит но максим хусынов я скажу вкратце мне отправил еще ключик на ихнюю игру вот я не замуж слышали они разрабатывают еще одну игру вот я все хотел заснять ролик может быть когда-нибудь дойдут руки но я думаю чувства не дойдут вот там лысый избрала из танков онлайн не написал ключик мол типа то ребята на их не новую игру они хоть старую доделали с одной стороны все было в порядке нет почему я до сих пор снимаю потому что и канал у нас игровой и каждый как тебе сказать кто-то ждет танки онлайн кто-то ждет world of tanks кто-то там ждет грубо говоря хоррор да то есть как холодно по new drive который мы недавно стримили показывали то есть аудитория разная и понимаешь я не могу каждому там я вообще когда начал я не делал какой-то особой тематики то есть например сейчас встретить канала не дело только по одной там тематике пытаются подниматься да то есть но потом это потом надоедает вот серьезно когда сидишь и задротишь в одну игру это реально надоедает я человек разносторонний вот серьезная разносторонний я могу поиграть например тот же пункт потом через две недели мне она надоест она реально да я стою что все я не хочу больше играть серьезно и поэтому я разносторонний чат поэтому я называл играл игровой канал то есть потому что у меня выходит много игр то есть я могу поиграть в какую-то игру потом она мне просто на если заброшу там посижу потом снова вернусь да то есть бывает такое хочется снова поиграть поэтому я почему танки лайн потому что но пока не да не мертвы они ничто практически не полный бред но есть ребята которые смотрят я рад с тем ребятам которые любую смотрят игру на то есть или просто тот континент который выбрал эту игру поэтому я с ними почему до сих пор и снимаю их ну да это кстати самые такие знаешь лучшие подписчики которые смотрят все вот такие люди считаю блин это просто не за золотые люди да они смотрят все но есть определенный контент который к сожалению смотрят только вот то что вот ты хочешь поэтому им например вот они понравилось им только вот это остальное некоторые захотел тоже много спрашивал подписчиков у себя в группе в дискорде ребята говорят ну вот например ты снимаешь вот это я вот посмотрел пару серии мне игра не зашла то есть я больше смотреть естественно не буду мне вот например нравится вот это вот это вот я смотрю только вот это вот это все что-то выходит новое тоже например зайдет не зайдет неизвестно для зрителя поэтому все бывает по разного понятно следующий вопрос это уже как и лично от меня смотри тебе уже 25 лет успел ли ты за это время построить дом посадить дерево там я не знаю совести сына не на самом деле это слишком личные вопросы я не люблю отвечать на такие вопросы сразу скажу всем без обид вот но давай вкратце я не построил дом то есть как видишь я вот пришел в твою студию она точно такая же как у меня вот скажем я не посадил дерево вот поэтому у меня руки наверно не дойдут до дерева никогда вот атаку у меня теплые отношения это с моим компьютером и чатиком все данный момент а вот слушай я хотел еще узнать ты учился где-нибудь заканчивая какое-нибудь заведение если честно многие истории помнят как я закончил но я расскажу вкратце я давай вот так вот чисто для тебя чтобы тебя сейчас наверно шокирует вот я не закончил школу я вылетел 10 класса подожди 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 это еще не все это еще не все вот я вылетел с десятого класса я поступил потом в нефтегазовый колледж то есть на оператора нефтяных и газовых скважин я проучился там буквально первый семестр грубо говоря да то есть потом на второй я не стал ходить просто потом пошел и купил диплом да вот все все и стал стримером все ребят видите все секрет успеха просто нет стример на самом деле или там видео блогер там ютубер я еще есть у меня очень хорошие люди ну как говорится с которым мы общались когда-то я работал промоутером сейчас данный момент я из промоутеров вырос в менеджера по рекламе грубо говоря то есть сейчас в городе темляндии я заправляю нахожу новых клиентов мы занимаемся рекламой не всегда конечно получается но с другом очень таким директором для меня директор конечно я для него тоже как бы это хороший человек вот и мы с ним на теплых отношениях скажем так и он не доверился сейчас данный момент мы планируем просто у нас городе темляндии открыть канцелярию где он меня поставят тоже менеджер по продажам но это так с будущем надеюсь что все будет порядке поэтому ну то есть будешь работать на два фронта канал и я всегда работаю на два фронта если честно я не работаю только на один фронт бывает где-то я могу работать на один фронт где-то могу работать на второй фронт но и бывает иногда я совмещаю на два фронта поэтому иногда это тяжело если честно стараться конечно работать приходится следующий вопрос тоже задавали будешь ли ты в старости вести канал не ну давайте так если youtube и твич не не умрет вообще грубо говоря то я думаю что да то есть у меня как бы мне не хочется терять аудиторию да то есть мне не хочется у нас как бы уже теплые отношения с нашей аудитории с нашим чатиком и поэтому понимаешь вот если просто раз эти уйти просто из этого да то есть скажут ребята поймут неправильно то есть вообще то есть мы будем до полной старости сидеть и будем еще обсуждать какое лучше в аптеке купить там грубо говоря бальзам там от геморроя например будем рассказывать про свои болячки почему бы нет потому что сейчас данный момент мы на следующий стрим разговорный уже то есть мы соберемся уже с чатиком то есть уже в дискорде будем слушать их кульные истории не только от меня как говорится вот потому что есть кому что рассказать и я полностью открыт для общения поэтому следующий вопрос какая у тебя цель в жизни на данный момент на данный момент если честно блин ну давай будем говорить грубо вообще во первых мы живем в россии никакой цели у нас нету выжить это серьезно просто выжить в россии все что могу сказать нет но если честно цель я бы хотел летать в японию вот серьезно я хотел посмотреть их культуру вот каждый раз я смотрю японскую культуру понимаю что мы далеки от этого мы далеки от европы мы далеки от всего этого и мы замкнуты мы замкнуты я понимаю что здесь к сожалению ловить нечего ну серьезно нечего это понимаешь это с каждым годом я понимаю что все хуже 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 молоко стоит уже почти 50 рублей хлеб уже почти стоит 30 рублей уже 100 рублей не хватает что все купить понимаешь в этот момент можно поставить грустную музыку как как я люблю стать вот такой знаешь черно-белый вот эти вот всякие флэшбеки да 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 типа поэтому поэтому все ум нам здесь если честно просто выжить серьезно теста гра просто выжить в этом суровом реальном мире работягам я желаю всего самого хорошего потому что заводы потом со временем закрываются а люди остаются без работы сейчас недавно когда читал буквально в апреле месяце у нас безработица в россии составляла 11 процентов вот типа это все в порядке все хорошо типа ничего нового зарплаты не растут цены только растут и все это понимаешь это вот реально вот просто в нашей россии просто выжить вот цели какие-то стать глобальные это знаешь что ну только вот если только в японию слетать и все это там ну может быть еще мероприятия некоторые посетите пока games com там например да то есть там ну вообще конечно попутешествовать бы хотелось бы но это понимаешь это опять же россия фиг куда и денег-то много надо поэтому да денег-то много надо а слушай не хотел бы вообще переехать жить в японию была мечта мечта вот кстати следующий вопрос кстати о чем ты мечтаешь минут в плане мечты в японию переехать переехать туда и прям я узнаешь обустроить такую завесить ее плакатиками с аниме девочками ну как бы почему это было бы неплохо такая знаешь японочка такая приносите покушать там рис такой-то косишь он ходить его нет но самом деле да может быть какой-то перед мне на самом деле мечта это просто найти уже собственную квартиру потому что мотаться по квартирам все снимаешь да щас да я снимаю квартиру я уже снимаю около за не соврать наверно трех четырех лет почти это так поэтому то есть я потерял очень много и только из-за съемных квартир денег поэтому поэтому я никуда я вот по рукам вот так связаны никуда не могу уехать пожелаем тебе удачи ну чате конечно предлагал собирать на квартиру но это я не знаю ну кстати у меня помнишь я тоже по приколу запускал такой сбор я тоже так знаешь такой вроде как все есть надо пожалуй замахнуться посидел месяцок по стриму коне фигня это нереально это что долго это это всю жизнь можно так знаешь собирать до смерти до 70 лет я думаю на собираем чушь фигня фигня следующего просто эти касается насчет ютуба если бы у тебя была возможность настраивать алгоритмы ютуба как бы ты их настроил я бы наконец-то настроил бы чтоб всем мои подписчики получали уведомление потому что меня бесит эта система если честно давай вот вкратце youtube сейчас не творческая платформа то есть те же самые просмотры вчера буквально мы сидели с одной девушкой подписчицы да ну переживайте то есть такое есть такое вот мы просто общались я выпускаю ролик я говорю смотри говорю тебе сейчас сто процентов это давление о том что я выпустил ролик проходит буквально сколько ну вот выпуская ролик проходит пять минут она знает о том что ролик вышел но не приходит уведомление вообще ни одного о том что вышел ролик вот youtube сейчас очень серьезно душит а те же те теми же а пешками да то есть это вот права на музыку вот эти вот кассцены с фильмов да то есть это все началось с 2000 какого 13 года даже потому что мне пришлось бы удалять очень много видео чтобы все было в порядке ну и чтоб канал не забали на самом деле мог бы не удалять но кто ж знал вот а сейчас просто многие вот сейчас вот в которой тоже партнерской программе состою они тоже сделали пост такое что мол творческая платформа скатилась только ради бабла то есть для таких вот как nescafe например до рекламодателей она просто гребет деньги вот но она не делает рассылки на ничего не идет они хотят запустить новую творческую студию там может быть сам может там заходил видео видео она вроде как неплохо но ребят алё это конечно классно но те же самые хэштеги и ничего это не работает никакие поисковые поисковики не работают те же самые эти каналы миллионники которые там офигенно просто не заходишь у них максимум 300 200 тысяч просмотров то есть некоторые думают до сих пор в ютубе что вот если у тебя миллион там или сто тысяч у тебя должно быть вот вся живая аудитория да не будет этого никогда идите вас смотрите ребята успокойтесь это это никогда потому что во первых youtube не присылает уведомления потом всякие опешки это и все вот эти вот алгоритмы все если как-то саму настраивать я бы просто единственный алгоритм настроил это чтобы все до етиного как вконтакте получали этот уведомление о том что у тебя вышло видео и все будем счастливы ну да ну кстати вот этот вот помню когда ввели вот это обновление с колокольчиком с этим несчастным он она не работает то есть он даже вот ты сидел со своей подписчица у нее же был нажат этот колокольчик у него все было нажать ей не пришло ей не пришло я тебе скажу больше у нас когда идет стрим стрим о чате к это может любой подтвердить тебе они сидят смотрят у ними давление приходит только через два часа о том что тимки начал со стрим у меня тоже самое вот и я щас тоже так вот проверяю пытаюсь пулять разные стримы трансляции допустим запускаю стрим и там знаешь 5 человек 10 казалось бы ну ну не может быть такого я даже снимал ролик о том что ну нажмите вы на этот колокольчик и там где-то человек ну не знаю в комментариях человек пятьдесят сто может 200 точно этот колокольчик прожали но он не работает в подписке захожу вообще нету видоса потом своим удалил пришло оповещение стрим идет серый экран чушь когда он не работает во первых это а сама платформа youtube полно накосячил вот этим делом я не знаю раньше вот когда мы только начинали все там действительно всем приходило все было классно приходили уведомления сейчас просто я не знаю youtube просто ну душит то ли он только хочет чтобы остались только каналы большие типа миллионники да там там пять миллионов шесть там 10 20 типа чтобы ну просто у них же рекламу большую заказывает естественно youtube с этого большой процент получает но к сожалению остальные мелкие каналы как мы там сто тысяч пятьдесят двадцать тридцать там только кто развивается они вообще не могут никак дальше продвинуться вот то же самое например рекламу заказывать у того же миллионника смысл но придет тебе часть от этого ничего не изменится месяц также будет вот я кстати вот тоже насчет рекламы если поговорить да недавно ну как недавно наверное уже несколько месяцев назад я брал интервью канала на котором 2 миллиона макс максимов может знаешь его он озвучивает мемы нет я не слышал таком у него на канале 2 миллиона подписчиков и когда у меня прорекламировал у себя в сообществе в паблике вконтакте мне за сутки на мой канал подписалась где-то две-три тысячи человек у меня просмотры там возросли чуть ли не до 100 тысяч сутки на следующий день они все пропали но это было знаешь такое приятное чувство когда вот так на тебя наплыло и потом я такой думаю надо бы попробовать как-то вот эту аудиторию чем-то заманить я решил сделать просто аналогичное короче шоу как у него на канале с этими озвучкой мемов и чтоб ты думал за сутки я собрал 200 просмотров аплодисменты друзья как бы это это так не работает я считаю аудиторию так что если мне говорят купи рекламу у тебя там все пойдет и нифига ну не пойдет вот пожалуйста мне сделали рекламу канал 2 миллионник толку просто 0 выхлопа 0 до подписчики растут но я считаю все-таки аудиторию надо самому прям набивать чтобы они привыкли к тебе ну да потому что они просто поддержали макса о том что он там прорекламировал не просто посмотрели там заинтересовались кто-то может кто-то нет но тебе дало там толчок на два дня это значит 21 день счастье я бы да ты такой проснулся такое ребята я же еще так все уже не живем что ли моя слава пропала на тебя а это кстати вот на самом деле очень такой вопрос то интересны в плане в плане славы и хайпа это знаешь когда вот я тоже помню когда выстрел на миллион просмотров с танками я ведь реально на тот момент думал что я всю жизнь буду эти танки снимать от кодуму миллион просмотров а вот у тебя тоже 2 с половиной миллиона такой я думаю ничего себе сейчас я буду всю жизнь и танки пилить в итоге мы скатились с этого паркурс миллиона просмотров до 2000 но я кстати снял эту серию я сказал если наберем там лайки я сниму прошло два года я снял эту серию все паркур 2 года ждали но дождались но сейчас 3 мы 3 подождем раз три годика ребят подождите пожалуйста и мы запишем вот ладно давай тогда вернемся к следующему вопросу тоже касается насчет вебки потому что я когда увидел эту качественную руку мне прям так приятно смотреть что я когда видел у тебя эту лагающую я не мог это смотреть у меня у меня кровь из глаз просто я не знаю там зависать им у него просто лицо знаешь размазанное что происходит почему она вот стала появляться ближе к 100 тысячам подписчиков ну если честно было в планах на 100 тысяч подписчиков просто ну как себя показать и просто сделать такой вот видеоблог ну то есть если смотрел открытие кнопки на 100 тысяч подписчиков это если честно была наработка реально мы сидели в 3 часа ночи сидел анархист иришка и я я говорю ребят надо сделать что-то классно все-таки кнопка это святое и бывает она раз жизни но и идею естественно у меня посыпались три часа ночи все это мы снимали до пяти часов утра и потом еще сидел это монтировал но это мы сделали красиво вот на самом деле почему именно появилась она ну как бы было в планах но она всем зашла все сказали давай давай нам нужно это я естественно человек простой да то есть я слушаю чатик я понимаю что им нужно то то есть нужно моей аудитории я грубо хорошо ребят ну у меня старая вебка она вам не пойдет вот и когда мы попробовали сделать старую вебку там на стримах я выходил с ней да то есть выходил в некоторых сериях я просто сам посмотрел меня я мне саму стало просто тошнотворно то есть все сидят с нормальной вебкой я как этот не могу но у меня вообще нет не хватает денег на нее ну серьезно нету денег мне просто пойти купить потому что я не мажор я не могу себе позвонить потратить те же 6 тысяч нормальную вебку вот и я говорю ребята так то так то если хотите пожалуйста то есть они собрали они собрали на вебку реально не собрали на вебку за две недели за две недели на вебку шесть и не плохо даже ребята сейчас просто мы на моник насобирали тоже за неделю практически неделю полторы на второе аудитория да мы сначала мы сделали сбор на web-ку два раза то есть у нас был один сбор у меня к сожалению получился провально почему потому что к сожалению у меня умер дедушка, и деньги ушли на его похороны. Я вышел с ребятами о том, что я сказал, что ребята все были потрачены деньги на похороны, то есть вы уж меня извините и так далее. Я говорю, ну когда-нибудь, может, мы к этому снова вернемся. Или я там уже сам куплю. Ребята восприняли эту новость, естественно, понятно, что у меня аудитория очень хорошая, понимающая меня, и они сказали, без проблем, все в порядке, мы все понимаем. То есть никто не пожалел там рублика, когда началась вторая сборка уже, вот мы собрались потом через 2-3 месяца, они быстро насобирали, я сказал, ребят, у меня все с финансами пока в порядке, то есть я деньги точно тратить не буду, я только то, что вы собираете, буду потрачен на вебку. Так и получилось. Я сдержал свое обещание, чатик это видел, мы сделали открытие также вебки, потом я говорю, ребят, как бы, мол, они сами предлагают, если честно, вот не я даже предлагаю, они сами предлагают. Говорят, давай, Тимка, мы тебе на второй модник попробуем насобирать. Я говорю, ну хорошо, давайте попробуем, выставил там модельку, сколько она примерно стоит, они быстро насобирали. Я просто был в шоке, как бы, я сижу, я всегда в шоке. То есть сейчас на тот же самый телефон, который мы, я там поставил рандомную цифру 20 тысяч, мы уже насобирали около 20%, то есть это писец. Они просто, я не знаю, они сумасшедшие. У меня сумасшедшая поддержка, это просто писец. И я каждому рад их рублю, я всегда говорю, ребят, я в шоке от вас. Как бы, я никого не прошу там донатить, не прошу там закидывать там огромадную сумму, то есть я буду пока рад любому, грубо говоря, рублику, да, то есть, ну, я не прошу, как некоторые там стримеры, вот ты давай, донать, давай, вот как Сёмка, вот ты, вот ты вот сейчас смотришь, да, вот донать, вот прям сейчас, вот ссылка внизу в описании. Вот. Я такого как бы не делал, но это, это Сёмин, политика не моя, собственно. Ну, ты за донатить, ты за донатить, за донатить. Всё, 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 должен будешь, да. Вот. Вот, на самом деле, и они как-то сами поддерживают. Ну, те же самые, вот недавно мы ввели в разговорный стрим, пришёл такой Никита Димаков, он просто взял и закинул тысячи полторы. Я сижу и просто в шоке, как бы, эта сумма большая, понимаешь? У меня есть, у меня есть те даже подписчики, которые просто, мы их называем просто мажоры, я не знаю, то ли у них нефтяные вышки стоят, то ли что. Вот. И я вижу, они просто закидывают там две, там тысячи, тысячи, ну, извини, тысячи, это уже большая сумма для нас, как бы, да. Это, ого-го. Я, как бы, таким людям сразу вообще стараюсь там ключи раздавать, потому что, ну, блин, я как-то тоже хочу им как-то отблагодарить, ну, потому что, понимаешь, тебе закинули, а ты вот сидишь такой, как бы, да, это как бы моё, но, блин, а я-то чем-то я могу отблагодарить, парень? Я просто сижу, просто, как говорится, как некоторые говорят, ничего не делают, да, то есть там веду там что-то смешное, рассказываю, например, или то же самое веду игру, но я поэтому и начал контактировать с разработчиками инди-игр, чтобы как-то, ребят, отблагодарить за такие суммы, потому что я как-то тоже не могу стоять в стороне, да, то есть. Но мне говорят, ты делаешь просто наш день счастливым. Я говорю, так это понятно, ну, ребят, ну, это все то, что я могу. А что-нибудь еще от меня-то, пожалуйста, ребят, я не могу просто стоять в стороне, все. Ну да, это, знаешь, это такое, типа, нужно просто как-то привыкнуть к этому, вот, чувство. Я тоже, когда вот у меня залетали... Я никогда не привыкну. Я никогда не привыкну. Я тоже так не могу иногда привыкнуть, вот. Но нужно, не знаю, мне кажется, воспринимать это как должное, знаешь. А за донат ссылка внизу. Да. А вот, кстати, какой у тебя самый максимальный донат за стрим? Я помню, по-моему, Анархист. Анархист до этого поддерживал еще большими суммы, еще до этого, еще когда мы только начинали, он всегда закидывал большие суммы, но самое, наверное... Ну, если считать, я не знаю, какая большая была сумма. Вот серьезно, вот за все время я не знаю. Сейчас, в данный момент, в прошлом месяце, это была самая большая Тетамильго, а он закинул 2 100. Вот. Сразу причем залпом он зашел, сразу закинул. Он любитель, он появляется неожиданно просто. Я ему как раз только сегодня скинул ключик и добавил модераторку, да, то есть, потому что у меня модеры появляются каждый раз, у меня в топ-донатах, если, ну, топ-3 донатера получают модерку, либо игры на выбор, они сами выбирают. Вот. И Амильго, мы уже с ним, если честно, давненько общаемся, и вот он просто, я не знаю, он работяга, он инженер, как я его люблю называть, он приходит так неожиданно, все сидят такие, хоп, и Амильго заходит, такой закидывает сразу сумму, появляются мы такие, Амильго, здравствуйте, типа-то, и там Бориски всякие разные, да, то есть, Келементины в данный момент, вот, я всех могу сказать спасибо, вот, серьезно, я могу просто сказать всем спасибо за любой рублик, все. Я не буду там прям вот выделять прям конкретно, да, то есть, потому что каждый по-своему это делает твой день, закидывает любую сумму, и просто, понимаешь, что ты сидишь и думаешь, вот, вроде, а как так-то, вот, как так-то, ребята, вам бы, может, нужнее, а не мне, как бы, но все равно. А вот, слушай, смотри, у тебя канал сейчас живет за счет именно поддержки зрителей, или все-таки больше с просмотров идет, с партнерками? С поддержки зрителей. С партнерки нет, с партнерки нет, потому что, я говорю, YouTube это уже не творческая, то есть, творческая, скажем, компания, потому что это все, это скатано уже давно. Я не знаю, я думаю, что YouTube в скором времени вообще просто перейдет на все платные функции, которые можно будет. Вот. Ну, то есть, в принципе, тебе зрители накидывают столько, что тебе хватает, чтобы хотя бы жить нормально. Выживать. Выживать. Выживать, да. То есть, видишь, что я сейчас еще живой, поэтому, значит, это все благодаря моей поддержке. Господи, ну, блин, ну, это знаешь, на самом деле, это тоже надо талант иметь. У меня нет таланта, я безталантный. Я не доучился, у меня нет ничего. Да. А вот, слушай, насчет музыки, да, вот у меня канал музыкальный, какую музыку любишь слушать? Я разносторонний, я меломан. Прям все подряд можешь? Я все... Ну, то, что зайдет, например, вот чатик иногда ставит музыку, я сразу говорю, ребят, бросьте в личку, мне понравилось, все. Что-то заходит, что-то нет. Ну, современный рэп, я сразу говорю, я не могу его слушать, у меня просто кровь из ушей, и это все. Я плачу просто уже сразу в сторонке, вот, поэтому. Но, нет, есть какой-то хороший русский рэп, вот, если так брать, но это малоизвестных, типа, не как Оксимирон, там, знаешь, типа, там, вот эти вот все такие батлы, при батлы всякие. Есть очень хороший русский рэп, но они малоизвестные, потому что, вот и все. А вот смотри, что думаешь насчет того, что вот мы как два года с тобой назад болтали, я тогда еще, кстати, только начинал эти кавера делать, вот прошло уже два года, я их до сих пор делаю, то есть я как бы тематику не поменял. Что, думаешь, нормально как бы? Ну, ты же себя нашел. Типа, если нравится, то, значит... Ну, ты же занимаешься своим любимым делом, занимаешься любимым хобби, значит, ты себя нашел. Тебе нравится твой контент, тебе нравится твой зритель, тебе нравятся зрители и так далее. Ты нравишься зрителям, да, то есть поэтому, я думаю, ты себя нашел. Спасибо. А вот следующий вопрос. Что тебя мотивирует при создании роликов? Откуда ты садишься? Откуда черпаешь мотивацию, чтобы взять и записать? С комментариев. С комментариев? Да, я читаю комментарии, если это, знаешь, это какое-то там прохождение и так далее, я читаю комментарии, чтобы где я занубил или где не принубил, я сразу вспоминаю, и там бывают некоторые моменты, я сразу говорю, вот это тот человек написал, вот это сейчас мы сделаем, короче, вот. На самом деле, не знаю, мне кажется, больше всего мотивирует действительно чатик, мой зритель, потому что ты для него делаешь этот день. И ты знаешь, что вот он сейчас проснется, а видяшка уже есть на канале с этим, он такой с улыбкой смотрит, там, ест, например, борщик тот же самый, или ест, там, лапшичку, например, какой-нибудь, или там, доширак, но с улыбкой он смотрит и ест, понимаешь, и он счастливый, понимаешь, он счастливый, и ты такой, где-то такой думаешь, сидишь, такой, да, я не зря для тебя это записал, парень, кушается на здоровье. А вот слушай, помимо Японии, куда бы ты еще хотел бы съездить? Если помимо в Японию, то в данный момент я бы хотел съездить в одну студию от разработчиков, они как бы приглашали, но я говорю, ребята, у меня денег нет, у них тоже нет денег, чтобы оплатить. Интересные разработчики. Да, они как бы говорили, приглашали, ну, то есть, мы хотели записать интервью, но я в английском реально не силен, мы общаемся вот буквально к угол транслиту, да, то есть, вот, мы присылаем друг другу письма, вот, но есть, конечно, еще одна студия, но она российская, вот, называется Киш-Миш, она выпускает такие интересные игрушки, и буквально недавно написала, напомнила о себе, говорят, вот, смотри, Тимка, у нас вышел, мы снимали как-то бус-симулятор 2019 года, они сейчас прислали метро-симулятор 2019 года, игрушка стоит 400 рублей, вот, но я что-то как-то зашел, и то ли я, ну, то ли я так и не понял, у меня, короче, так не поехал поезд, я так что-то это потом разберусь, вот, поэтому, если честно, я бы хотел бы поездить по некоторым разработчикам, посмотреть вообще, как работают разработчики, серьезно, мне это само интересно, они вот вроде, вот как вот, знаешь, там, если смотришь, там, как они работают, там, ну, это понятно, вот, когда само вот это вот, в студии находиться, вся эта атмосфера, это по-другому передается, поэтому, а так, если съездить еще куда-то в плане, там, городов, ну, в разные, я бы хотел бы, чего бы, нет, там, ту же самую, в Америку можно съездить, да, сейчас мне скажут, ай-яй-яй, как ты мог, американцы нам плохие, да нет, если честно, они хорошие люди, потому что они добрые, по сравнению с нашими, российскими гражданами, я бы так сказал, поэтому, да тут же сам Украина бы съездил, кстати говоря, тоже бы посмотрел бы у них города. Да, а что у них там творится? Да, нет, не в плане там, там, где военные действия, да, то есть, а в тихие, спокойные города, с одной стороны. Погулять хотя бы, развеяться. Да, да. А вот смотри, сколько роликов в день ты вообще вот записываешь, и сколько времени уходит на монтаж и обработку? Потому что, судя по тому, как у тебя часто ролики уходят на канале, ты же вообще там их прям много записываешь. Ну, в день я могу выделить целый день, чтобы позаписывать, да, то есть, ну, это бывает, если честно, по-разному. То есть, я вот говорю, вот недавно ты рассказывал историю о том, что я просто залип в нелдовского саблина, потому что я очень сильно хотел поиграть. Я залип 6 часов в ней. Обалдеть. Ну, посчитай там, грубо говоря, по 30 минут, это сколько получается серии вышло. С математикой все плохо, Тимка не доучился в 10-м классе. Короче, много. Нет, 6, 6, 36, да, получается. Ну, вот считай, 6 серий почти, грубо говоря. Вот. И плюс дополнительно, считай, это как его, плюс еще дополнительно другие игры. То есть, в день я могу позаписывать, да я могу дофига записывать, а выходит, у меня бывает по 2, по 3, но не всегда я могу выложить, потому что, к сожалению, там где-то там другой, второй фронт работы, да, то есть, вот, и бывает по-разному. А вот смотри, насчет, когда вот видео выкладываешь, ты делаешь вот эти вот премьеры-то новые, чтобы видос шел как стрим в прямой эфир? Как-то пользовался, я пытался сделать этим премьером. Заранее, да, выложить? Да, 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 по сталкеру я делал, смотрел. Ну, как бы, знаешь, то же самое, как обычно, уведомление не происходит, поэтому, ну, такое себе. Поэтому ты просто выкладываешь и все, да? Да, я просто выкладываю и все. Например, я не знаю, ну, что-то грандиозное, если только надо что-то делать, мне кажется, и все там, когда у тебя кровь из носа там пошла или там что-то такое, типа того, смотрите, у меня премьера, у меня кровь из носа пошла, типа того, поэтому. Премьера, такое слово-то. Да, премьера, да. Многие просто зрители до сих пор не понимают вообще вот этой фишки, они заходят, когда на премьеру, они думают, что это стрим, они думают, что это происходит в прямом эфире, а когда, я помню, тоже запускаю, ну, то есть, когда выкладываю свою новую песню, тут новый кавер, они думают, да, ты что, в прямом эфире поешь? Я говорю, да, я пою в прямом эфире, пишу параллельно в чате, вконтакте делаю посты, смотри, какой я Юлий Цезарь. Они просто не знают, что это за обновление, потому что... Это, видимо, знают только те, кто каналы ведет. Да, поэтому, если честно, бесполезная хрень, лучше так можно было просто на стриме сделать, вот и все. Ну да, тоже, верно. Вот по поводу еще ютуба вопрос, какие каналы ты смотришь? Blackser Team, Иришка, Семку иногда смотрю, да, но у него одни камеры выходят, но это такое себе. Поет парень, ну молодец, развивается. Красавчик. Не, на самом деле, на самом деле, я мало чего смотрю на ютубе, если честно, никакие каналы... Я не хочу спойлерить, там, грубо говоря, в плане, там, если какая-то игра выходит, я не люблю сразу, там, я хочу сам в нее поиграть, если там выходит какая-то годная игра, да и сами там чатик, я не люблю смотреть и так далее. Вот, но есть некоторые моменты, там, в рекомендациях вылазит, да, то есть, ну а так, если честно, никого. Вот, правда, никого. Нет такой человека, который меня прям зацелил, может, ну Семка, конечно, Семка, конечно, обязательно, куда же без него, что я говорю, вот. Ну, смотри, еще тоже задавали вопросы, тоже видел, он у тебя даже в комментариях мелькал, почему ты не гонишься за хайпом, чтобы вот как, хайпануть на чем-нибудь. выстрелить. Тоже считаешь, что бессмысленно, или просто не хочешь. Я, как бы, понимаешь, вот давай так будем честно, вот, я боюсь иногда лишь одного, вот, знаешь, вот у нас вот собирается, вот, на трансляциях, там, зрители 30, там, 20, да, то есть, в прямом эфире, а теперь представь, что их теперь 3000, вот, ну, как ты заходишь, что на популярный канал, там, где вот, там, миллионик, у него там 3000 собирается, или 25 тысяч зрителей, он тупо сидит, играет, он не общается с аудиторией, то есть, он не видит эти все комментарии, она вот так вот, идет, 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 и он просто не успевает их читать, когда у тебя маленькая аудитория, ты уделяешь каждому комментарию, ты каждому можешь ответить, вот, ну, хорошо, ну, хайпанем мы, ну, будет у нас такое, а это будет совсем по-другому, то есть, большинство аудитории забудется, грубо говоря, да, то есть, старые-то подписчики нет, а их все будет новых и новых, и так далее, тебе будет сложнее каждому отвечать, это приходят к тебе люди, там целая толпой, и говорят, о, а что у вас тут такое, а, и ты вот каждому сможешь ответить, типа того, и ты, понимаешь, у тебя какого-то, щенка бросили, типа того, и плыви куда ты хочешь, в океане, например, все, и тут то же самое получается, поэтому, когда аудитория не сильно большая, да, то есть, ты уделяешь каждому, поэтому я вот уделяю каждому своему человеку, да, то есть, аудитории в общении и так далее, ну, а если будет вот такой вот быстрый чат и быстрое общение, но это я не успею никому, да, то есть, ответить. Ну, кстати, насчет чата, ты не забываешь, что чат можно сделать только для спонсоров? Нет, я такого делать не собираюсь. и там тогда будет писать всего парочка человек, и ты всем сможешь ответить. Да, это я не спорю, но, понимаешь, есть, я знаю, есть некоторые мне вот рассказывают, анархисты, он говорит, Купленов такое делает, типа того, типа, ну, ему норм, типа того, что он как бы... С одной стороны, это просто байт на деньги, он разводит ребят, то есть, ребят, вы как бы это, хотите со мной пообщаться, да, ну, там, спонсорство там, ребят, ага, оформите, ага, чтоб нормально все было. Я тоже не понимаю, что еще все не подписались. Ну, понимаешь, как бы, я бы не сказал, 249 рублей, или сколько там, 299, по-моему, и плюс тебя процент YouTube забирает, то есть, до тебя доходит 180 рублей, там, 190, но, извини, на те же 250 рублей я могу сходить в Burger King. А, кстати, вот, насчет тоже спонсоров, вот смотри, у меня их на канале всего 2, спасибо вам, друзья, что подписаны, у тебя их сколько? Сейчас я скажу, я даже могу сказать, это Crazy Desai, Клементина, Black Warrior, по-моему, 3. 3? По-моему, 3. А, Амельго, 4, Амельго я называл, 4, по-моему, даже 4 или 5, по-моему, 4-5, короче, по-моему. Так, ребята, запускаем челлендж, надо обогнать по спонсорству, Тима. Не, я, если честно, когда вел спонсорство, я никому не говорил о том, что хотите там делать и так далее, они просто спросили о том, что это такое, я им ответил, кто захотел, тот сделал спонсорство, то есть, сейчас для спонсоров мы будем уже делать отдельно значки, там, и Mode и так далее, да, то есть, да, и спонсоры, они, когда делают там, рисабу, как говорится, но это то же самое, это свеча просто взята, с одной стороны, на свече это будет потом так же, потому что вот эти вот спонсоры, мне уже некоторые сказали, говорят, вот, когда у тебя будет партнерка на свече, мы там тоже сделаем ресабу специально, тебе там тоже заморочиться придется. Я говорю, Ну, хорошо, ребят, я, с одной стороны, как бы, это ваше дело, да, то есть это ваше, как бы, право и так далее. Я никого не заставляю, там, да, то есть вот, задонать или сделай спонсорство и так далее. Вот и все. Тоже один вопрос, это тоже от меня лично. Как твои вообще вот родственники относятся к тому, как ты живешь и чем ты занимаешься? Ну, вначале отец думал, что я вообще наркотики продаю. Да. Вот, мама моя, говоря, сначала не совсем понимала, как это. Это сейчас она начала уже давно понимать о том, что я, чем занимаюсь, да, то есть я, она даже на канал у меня подписана, она, возможно, даже заходит на стримах, я вроде ее как обучил, как это заходит. Но она далеко в этой теме, она у меня все в вайбере сидит, хоть что-то где-то умеет. Вот, а в плане родственников, ну, родственники, они работяги у меня, не все знают, чем я вообще занимаюсь, поэтому. Вот, да и я как бы не особо говорю, как бы, это мое хобби, как бы, я говорю, да, у меня вот хобби и так далее, да, то есть и все. А так в плане то, что сейчас уже мир технологий, поэтому они уже более начинают понимать, что это такое и как это. Ты знаешь, что вышли из темного леса и говорят, о, это что такое, типа того, вот и все. Ясненько. Ну и последний вопрос на этом интервью, мы всегда, и вся, всегда, я вот часто задаю всем, вообще вот всем, у кого беру интервью. Какой совет ты можешь дать тем, кто только начинает вести свой канал? Потому что многие могут посмотреть интервью и, знаешь, вдохновиться и начать что-то свое делать. Не лезьте, не надо, я все, что я единственное буду говорить, не лезьте, не надо. Не, на самом деле, если без всяких шуток, то, блин, ребят, это будет сложно. Это реально, если вы захотите там стать ютубером, стримером, вот денежку себе приготовьте, вот сразу вот такой большой комок денег, вкладывайтесь, и тогда у вас что-то получится. А так, если честно, сами как-то, ну, если, сначала, наверное, по друзьям, вот как я делал сначала, когда я пытался развиваться, я сначала друзьям скинул там, вконтакте, да, то есть там, с кем знал. Ребята, подписывайтесь, это была первая аудитория, которая меня смотрела. Потом, ну, сейчас уже понимаешь, что вот так вот ты скинешь друзьям, хорошо, она на тебя подпишется, но кто-то там из друзей будет тебя смотреть. Ты все равно не продвинешься, потому что ютуб это не творческая уже, к сожалению, реальная платформа. Но попробуйте, серьезно, хотите, попробуйте, заморочитесь, если у вас будет желание, но, как говорится, не сразу это вам даст плоды. Это может пройти 2, 3 года, 4, может вообще 5, может 10 лет, все зависит от вас. Это зависит от вашего старания, от вашего потенциала, как вы будете делать. Вот и все. Если было еще и раньше, но, может быть, у вас что-то уже было. Шансов было, кстати, больше, да. Да, шансов было больше. Сейчас, к сожалению, мы даже решили поэкспонтировать, я расскажу о маленьких случаях. Мы залили видяшку, он вообще на левый канал, сделали там хэштеги, все остальное, короче, не было никаких подписчиков, но любой канал, вот. Посмотрел я и друг, два просмотра уже есть. Вот. Прошло 2 месяца, так и остались два просмотра. Ну, думайте сами. Кстати, я тоже насчет такого эксперимента готов даже с тобой поделиться. Даже некоторые люди, кто участвовали в этом эксперименте, скорее всего, даже поймут, про какой канал я говорю. Можете палить, не палить, это уже дело ваше. Но смотри. Где ты танки онлайн сделал, да? Не-не-не-не-не, это вообще другое, это такая тема опасная, ух, блин, там вообще история интересная была. Мы создали канал, и в один день залили туда 100 роликов, просто бахнули 100 роликов. И знаешь что? На следующий день этот канал уже в сутки набирал 50 тысяч просмотров. Так что, эксперимент. Возможно, возможно, что просто какая-то видяшка у тебя может быть стрельнула. Короче, мы как брали, мы брали кое-какие новости, просто делали, и они просто моментально по щелчку пальцев просто стреляли и выстреливали. Я просто был в шоке. То есть ты копировал, да? Да, да, да. И то есть мы залили так роликов 100, и просто у нас на следующий день канал просто нулевой, считай, он уже 50 тысяч просмотров. Там какие-то подписчики пошли, и я такой думаю, такой, так вот, если такой фигней заниматься по 100 роликов в день, фигней. А что дальше не занимаешься? А потому что, во-первых, когда уже наступил второй-третий день, нам прилетел бан, и канал был по тугрозой бана. И мы, короче, уже не могли выкладывать ролики больше какого-то там времени. И мы поняли то, что если так дальше пойдет, то канал просто забанить. Потому что, ну это очень сложно сделать, такое провернуть. Хотя такие каналы есть, такие каналы есть, и они реально существуют. Если посмотреть на их статистику, это просто реально ужас какой-то там, очень большие просмотры можно рубить. Но это нужно пахать. Да, но видишь, Ютуб тоже не дремнет, потому что, понятно, если была бы у тебя, может, там какая-нибудь аудитория, хотя бы, грубо говоря, если не нулевой, то, возможно, Ютуб бы и пропустил такое дело еще. Ну так, закрыл глаза и говорит, ну ладно, ребят, делайте там свое. А то, что тут какой-то, ох ты, нифига себе, малоизвестный канал. Бан тебе! Причем самое, что удивительно, что этот бан кинул какой-то вообще левый, я не знаю, то ли канал, то ли человек. Непонятно вообще за что, когда мы этот ролик взяли из открытого доступа с Ютуба, даже ссылку указали. И, блин, это просто чуть-чуть. У тебя, кстати, не было таких проблем, что кто-нибудь кидает тебе жалобы? Была проблема, когда я проходил GTA V. У меня прилетел бан даже, ну, страйк, грубо говоря, за то, что, короче, в одной из серий GTA V засветилась маркировка одного из разработчиков. То есть вот там был контейнер и там был логотип. Этот логотип принадлежал этому разработчику, ну, вот этому, который рисовал этот логотип, типа того. Он вообще левый, он придуманный, понимаешь? Просто сидел разработчик, он его сделал, сам же разработчик закинул мне страйк на этот. Вот, я такой, указал время, короче, я такой, окей, парень, а при чем тут ты? Ты как бы разработчик этой игры, и окей, мы начали с ним судиться, но Ютуб встал на мою сторону, мол, говорят, если это было, кинули бы сами разработчики, ну, компания Rockstar бы кинула, да? То есть они отдельно левый человек, который его рисовал, то вот такие случаи бывают, представляешь? То есть он хотел себе за вот этот логотип присвоить монетизацию с этого ролика? Да, и поверь, есть такие люди, которые вот делают так. Тот же самый, например, песню, которую ты используешь, там даже малоизвестную, там вот буквально вот ее никто не знает, там какую-то певицу, да, но находятся, находятся те студии, как будто они ее записали, и там, знаешь, некоторых студий целых девять набирается, она что, по-разному, я один раз выражусь, можно, да, вот, серьезно, вот. Проститутка, она что, по-разному ходила, что ли, записывала этот альбом, что ли, я понять ее не могу. Вроде записывается в одной студии, а она как будто ходит по-разному. Кстати, насчет вот этих вот девяти студий, ты обратил внимание, что там есть постоянно такой, какая-то такая организация, латин-автор, не замечал? Слушай, я не помню, я сразу... Просто потому, что у меня, когда вот я тоже кавера записываю, естественно, у меня понятно, что там по авторским правам бьет, но когда я записываю песню, и на нее прилетает жалоба от двадцати правообладателей, вопрос, кому эта песня вообще принадлежит, как на песню может двадцать человек претендовать, это же просто... Они делят, они делят, они не знают, кто, да. Это же ужас какой-то, я просто еще помню, с чем я был поражен, наше с тобой интервью, которое мы записали два года назад, несколько месяцев назад мне на него прилетело авторское право. Я захожу, значит, в менеджер видео, смотрю видос, с него монетизацию снял, я такой думаю, неужели Тим что-то там делает? Уже ли Тим решил отобрать у меня монетизацию? Захожу и знаешь что? Какой-то арабский канал решил выделить какой-то фрагмент из ролика, где вот там вставлена нарезка из прохождения или там трейлера Battlefield, и присвоить его к себе, я ему пишу, ты что, дядя? Это все подряд проходит, это просто прохождение, у тебя какие права на это могут быть? Естественно, оно сразу, ну как бы отклонило, но я был поражен, что такое могут проворачивать. А ты представь, если этот араб, он просто каждому так человеку закидывает? Конечно, конечно. И просто, господи. Я тебе просто покажу, как это было, а он такой, так, где, где эти видяшки, я всем закидаю, ух, я всем закидаю. Просто вот, мне так интересно, вот мы стараемся, может мы с тобой займемся вот такой темой, да, зайдем к Купленову там, да, значит, скажем, Здравствуйте, дядя Купленов, это наш ролик, это наш ролик, мы тут главные, и все. Да, да, да. Потому что, серьезно, я вот помню, когда я только начинал, не было такой фигни, сейчас просто все как будто вот с этой рекламой, со всеми этими авторскими правами просто, господи, помешались что ли, я не знаю. Душат. Душат, просто YouTube душит, все друг друга душат, режут, это просто кошмар. Но я говорю, попробуйте, ребята, попробуйте, хотите себе интересных историй и так далее, с YouTube попробуйте, вас никто не запрещает. Главное, мне кажется, если ты начинаешь, главное это не бросать, потому что у меня столько знакомых, кто, знаешь, начинали, пару недель поснимали, сказали, у меня ничего не набирается и забрасывали. Так, естественно, у тебя ничего цинуля не получится, это просто. У нас раньше было же, как мы были, Шиза, Йоги и Я, то есть это три человека, которые начали заниматься каналом. Шиза перестал заниматься, Йоги тоже перестал, единственный, кто вот остался, это Я из компании, вот. То есть вы там втроем выкладывали ролики, получается? Да, мы втроем, у нас были совместные прохождения, были совместные летсплеи на то еще далекое время, вот. А потом, ребята, просто это забили, все, им надоело и так далее. У меня почему-то получился быстрее рост, чем у них. Я не знаю, почему, я быстрее вырос, быстрее поднялся, грубо говоря, на то время и все. Как-то, не знаю, в чем, чем я заманил, я не знаю, до сих пор не знаю, чем я заманиваю людей. Да, кстати, ребята, вот в комментариях тоже напишите, тоже многие писали насчет такого, то, что у нас с тобой якобы одинаковые голоса, вот просто идентично одинаковые. Да неправда это все. Ну, нет, на самом деле, может быть, мы с тобой дальние какие-нибудь братья, может быть, поразлучные. А может, мы с одной пробирки как-нибудь, я бы так сказал, но надо спросить идентичность наших голосов. Но, если честно, у нас разные голоса. Ну, разные, конечно, конечно, разные. Не понимаю, почему мне каждый раз писали, я помню, писали мне, привет, Тим, когда история героя. Я говорю, в смысле, Тим? Канал даже по-другому, какой Тим? Меня вообще считают, что у меня голос у Ферамира. Да? Да, мне писали очень много, что у меня голос на Ферамира похож. Не, не, у Ферамира немножко другой. Я не знаю, но мне реально в комментариях я читал, о, это голос Ферамира, это Ферамир ты, что ли? Я такой, все, надо, канал переименовывай, Ферамир, и все. Ферамир канал продал, все. А, кстати, да, он, по-моему, даже интервьюшку давал какому-то каналу, рассказывал об этом. Ты смотрел, кстати, ее? Нет, я не стал смотреть. Там просто какое-то было интервью, где он на всем этом рассказал, что да, он сейчас продал канал, сейчас сидит там, занимается какими-то там своими делами, что-то у него там девушка ходит на работу, он сидит дома, что-то чирит. Короче, прям вот такая история. Красавчик парень, ну. Красавчик парень. Ну ладно, слушай, ну, огромное реально спасибо тебе, что снова поприсутствовал на этом шоу, на этой студии замечательной. Замените, пожалуйста, задний интерьер там. Окея не хватает, море птичек. Спасибо огромное. Очень рад ребятам, кто помог составить вопросы, от себя тоже позадавал, было очень интересно. Так что, ребят, подписывайтесь на наши каналы, ссылка на Кима в описании. Ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Донат внизу. Да, донаты тоже внизу. Кстати, вот насчет тоже еще хотел бы обратить внимание, насчет доната. Вот многие говорят, типа, донат, не донат. Я тоже недавно хотел взять интервью одного крупного канала, который занимается тем, что обучает людей петь. Я такой говорю, слушай, можно у тебя интервьюшку взять? Он сказал то, что пиши по этому вопросу моему менеджеру. Реан писал менеджеру, и интервью стоит 5000 рублей. Я такой, ну блин, ну откуда? Откуда? А мне процент будет, а, с донатом. Это мы посмотрим, посмотрим. Вот. Так что, да, ребят, можете тоже поддержать. Все, и всем огромное спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь и увидимся в новых интервью. Пишите, у кого мне еще взять, и обязательно возьму. Всем удачи. Увидимся через два года, да. Увидимся, можем, да, через два, может, через год. Как, посмотрим. Если будет что-то интересное, может, снова что-нибудь запишем. Все, ребят, всем спасибо, всем пока.